Приветствую вас. Вы знаете, вот действительно не очень понятно то, что вы нам здесь рассказали. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Попробуем вообще говоря, как-то расставить приоритеты, как-то вообще отделить одну проблему от другой и, собственно, подумаем вместе, как вам помочь. Значит, вы пишите, что вы расстались с мужчиной. Они смогли пережить расставание и месяц назад встретили мужчину, похожего на своего первого. Он был похож во всем, но отношения стали натянутыми. С какого момента стали натянутыми отношения? Что на это повлияло? Было ли у вас сперва все хорошо? Если да, то что изменилось потом? Далее, вы пишите, сегодня встретились, он меня поцеловал сам, положил руку на ногу, а потом мы, когда ехали домой, я его спросил, что происходит. Происходит с кем? С вами? Происходит когда? Вообще? Или что-то было с вами по дороге? И здесь я так понял, что когда вы встретились сегодня, ну, то есть, когда вы встретились сегодня, на момент записи 20-й, то есть, что сегодня, у вас все было хорошо. Если у вас все было хорошо, возникает вопрос, зачем вы что-то спрашивали у него? Для чего вы это делали? Дальше, мужчина говорит вам о том, что дело в возрасте, раньше его возраст не смыслал. Отно-таки, здесь, я так понимаю, ваш мужчина вам сказал, что натянутые отношения, из-за того, что дело в возрасте, вы ехали домой, мы молчали, когда вы подъехали к моему дому, я вышел, сказал ему пока, чуть не заплакав, он видел это, в общем, ничего не сказал, далее вы поссорились, по сути дела. Вы спрашиваете, что делать? Ну, во-первых, во-первых, давайте сразу скажем так, что если вы выбрали мужчину, похожего на вас, похожего на вашего первого мужчину, да, на вашего первого молодого человека, то с большей долей вероятности можно сказать, что первого молодого человека вы не забыли. Вы его не забыли, вы его до сих пор помните, вы не можете его никак отпустить, и, собственно говоря, это и мешает вам строить нормальное отношение с мужчиной, вообще. Далее, если вы не смогли отпустить мужчину, если вы не смогли отпустить своего первого молодого человека, я имею ввиду, то вам нужно помочь это сделать, потому что на другого мужчину вы, по сути, это дело, проектируете то, что у вас не получилось с первым. А мужчина, он, в общем-то, не должен давать вам того, что он вам дать не может. Но по причине невдовлетворенности с первым мужчиной, вы хотели получить то, что не получили с первым, со вторым. Из-за этого у вас возникает проблема. Вы воспринимаете своего молодого человека, который есть у вас сейчас, как первого молодого человека. Но в действительности это отдельный человек, это отдельная личность, и ее-то как раз, эту отдельную личность, вы, скорее всего, не принимаете. То есть, вот вы говорите, отношения стали с натянутыми. Я так сильно подозреваю, что дело здесь в том, что вы мужчину, ну, вот, не воспринимаете так, как надо бы. То есть, вы видите в нем того самого первого парня своего, а вот какие-то моменты, связанные с лично им, с ним лично, вы как раз таки не видите. И из-за этого у вас все проблемы и возникают, собственно говоря. Значит, вам что нужно и мощность сейчас сделать. Первое, это дать и себе, и ему время успокоиться, время как-то пережить этот момент, то есть то, что с вами произошло. Пересмотреть свое отношение к вам, возможно, мужчина чувствует, что вы чего-то от него хотите такого, что он вам дать, например, не в силах, такое тоже вполне может быть. И, соответственно, если это действительно так, то вам лучше всего будет действительно дать время ему и себе, не совершать никаких поспешных выводов, не совершать никаких действий, не торопиться с решениями. Вероятно, даже вам, если вы дрожите мужчине, стоит перед ним извиниться за то, что вы сказали ему. Хотя, конечно, вы можете в ответ сказать, что он вас обозвал, да, он вас обозвал, но, надеюсь, после того, как я вам рассказал сейчас то, что произошло, думаю, что вы понимаете, что если мужчина чувствует, что вы не принимаете его таким, как он есть, то, собственно говоря, ничего удивительного, что ему не понравилось то, как вы себя с ним ведете, и ничего удивительного, что он считает, что дело в возрасте, потому что он чувствует, что не удовлетворяет вас целиком, полностью. И вам нужно постараться показать ему, что, собственно говоря, либо это не так, либо дать ему возможность проявить себя. В принципе, других вариантов нет для вас. Но основное, что вам нужно сделать, это отпустить предыдущие отношения. Пока вы этого не сделали, пока вы не отпустили предыдущие отношения, а новые отношения у вас очень может быть, что не получится. Почему? Потому что вы все время постоянно сравниваете своего молодого человека, своего мужчину, с которым вы их сейчас вот встречаете, с тем, кто был у вас до него. И получается так, что мужчина постоянно борется с призраком прошлого, с тем, кто у вас был, а вы сами пытаетесь подогнать человека под свои какие-то желания, под свои привления, что тоже не является чем-то хорошим и правильным. Поэтому фронт работ я вам дам, если понадобится помощь, обращайтесь в личку, помогу вам, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok